Сыр советский горный рамбер, в очереди желающий попробовать продукт Барнаульского молочного комбината. Полина Карасева здесь с внуками, приучила их к простой полезной пище. Пьют молочное, пьют это хорошо, сыры, сыр постоянно. Любимые вкусы были и будут. В пищевой промышленности адаптируются к новым условиям. В БМК, где выпускают 250 наименований продукции, говорят, эти полгода были сложными, но интересными. В нашем пуле были поставщики из Европы, за рубежа, поэтому мы искали российских производителей, которые производят упаковку, ингредиенты. Есть на территории Российской Федерации также компании, которые занимаются производством и выпуском заквасочных культур по качеству не ниже импортных. Кстати, над своей закваской на Алтае уже работают, но пока дикоцита сырья нет. Для такого, чтобы завтра мы встали или послезавтра, такой мы не добились. Так, мы же молочная сказка. У нас так не должно быть. Управление пищевой промышленности подчеркнули, что предприятия края не потеряли объемы производства, штаты, даже рынки сбыта. Идем с увеличением объемов экспорта, чем в прошлом году. Те рынки, которые были у Алтайского края, они сохранены. Сохранить в БМК стараются и стоимость продукта для конечного потребителя. Модель для самых маленьких, лак для молодежи, молочная сказка для взрослых. Вкусом охвачены все. Кстати, до конца года БМК презентует новые виды продукции.